Всем привет! Сегодня я планирую начать переделку своего самолёта с HDW-50G. Планирую поставить в него более компактный, более лёгкий Rayster Star F-405 Wing Nano. Поменять регулятор, убрать всё лишнее, отсюда там, OSD-шку, ещё что-то. И перепаять разъёмчик антенны на другой, и чтобы антенна выходила вниз самолёта. Вот такие модернизации планируются. Взвешиваю я его до, взвешиваю его после. Посмотрю, сколько грамм получится сэкономить. А сейчас покажу, как я это буду делать. Поехали! Вес самолёта до модернизации 330 г с батарейкой 1300 мАч, либо 220 г без батарейки. Вынул я старые запчасти из Дарта. То есть сам PixRacer, регулятор, OSD-шка, кучка проводов, которые всё это соединяло. Вот, всё это дело я планирую заменить. На первый регулятор хочу поставить, пусть хоть и старенький, но более компактный. Опять же, более лёгкий. 18 Ампер выжжей крыши. Прошью я её в свежей белой хеле. Вот это что касается регулятора. Далее, что планируется? Планирую сдуть MMCX разъём и припаять вот такой вот угловой разъёмчик SMA или RP-SMA. И вот такую вот стаби-антенну хочу сделать. То есть планирую вот так вот его припаять. Вот так вот даже, наверное, радиатором вверх. И вывести эту антенну вот так вот вниз, в днище дарта. Не люблю, когда что-то торчит. Хочу сделать всё более максимально обтекаемо и без каких-то торчунчиков. Думаю, пострадать антенна при приземлении не должна. Это вот что касается видеопередатчика. Так, я уже маленько спаял полётный контроллер. Припаял провода для подключения приёмника. Подключать буду по F-порт. Уже настроил, проверил, F-порт работает. Кстати, после прошивки приёмника в F-порт бинт не слетел. Также припаял разъёмчик для подключения GPS-компаса. Сейчас подключу, проверю, как работает. Ну, а когда всё спаяю, уже буду подключать к Mission Planner и расскажу, как это всё настраивать. Так, подключил второй этаж. И теперь подключаю подаю питание, проверяю вместе с ним. Всё, ничего не взорвалось. Отлично. Да, прошивать, конечно, железо года так 2017-2021 маленько проблематично. В общем, оказывается, прошивка должна быть не ZTV Spyder 18, а V2. А Blue Series 20 А. Прошил я её свежей прошивкой. Надеюсь, что сам регулятор строй не вышел. Так, смотрю, что там. Включу всё-таки Temperature Protection и Break on Stop. Так. О, этот звук мне нравится. Ну и проверю вообще его работу. Надеюсь, что из строя он не вышел. Ну, мотор не крутит. Так, да, тут у меня D-Shot, конечно же, он не поддерживает D-Shot. Поэтому включаю D-Shot 25, максимум, что он поддерживает. О, проинициализировался. Чудесно работает. Давай PVM-фреквенции поставлю. Хай. В принципе, мне не нужно. Мне нужен D-Shot 25 на самолёте. Смотрим, вообще сбудет. Ну, то, что надо. Вот такой-то звук радует. Класс. И в Right Stop. Вот с такими настройками этот древний регулятор заработал так, как мне нравится. Для самолёта, по крайней мере. То есть я включил Break on Stop, чтобы он тормозил двигателем, когда не подается никакой сигнал. И отключил D-Shot 25, то есть активное торможение, потому что на самолёте одно нафиг не нужно. И PVM-фреквенции поставил High. По идее, он так должен мягче работать. Ну, кстати, вероятность отстрелить пропеллер всё же есть, потому что при нулём газе он резко тормозит. Сейчас покажу. Вот. Так что вероятность всё-таки отстрела пропеллера есть. Ладно, с регулятором на этом покончено. Следующий этап – это выбор PVM-выходов для подключения различных устройств. Итак, на полётном контроллере имеется 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сервовыходов. Есть нюанс. Дело в том, что сервовыходы, они сгруппированы по прерыванию. Соответственно, от этих прерываний, от группы этих прерываний, зависит тот режим, в котором могут работать эти сервовыходы. Ссылки, где это можно узнать, я добавлю в описании к видео. А так, объясняю. Дело в том, что эти сервовыходы сгруппированы. Первый, второй висят на одном прерывании. Соответственно, на этих сервовыходах можно настроить, допустим, ваншот 125. Поскольку большую частоту у меня не поддерживает регулятор, поэтому я буду настроить ваншот 125. Далее. Третий, четвёртый сервовыход висят на другом прерывании. Соответственно, третий, четвёртый сервовыход я буду использовать под сервоприводы. Далее. Отдельный имеет таймер пятая, шестая серва. То есть, можно на ней что-то настроить. А вот, получается, седьмая, восьмая и девятая висят на первом таймере. Соответственно, эти сервовыходы должны иметь одну и ту же роль. На первом и втором сервовыходе я активирую ваншот 125. Давай, значит, буду использовать пятый и шестой для элеронов. А, скажем, третий, ПВМ, буду использовать для активации включения камеры. То есть, у меня камера кроссовая подключена не через RXTX, не через последовательный порт, а просто активируется кнопочкой. И так же я и настрою. Не буду ничего выдумать. Готова пайка нижнего этажа полёта моего контроллера. Я припаял силовые провода на регулятор и сигнальный провод на регулятор к пину S1. Припаял выходы на сервоприводы, на выходы S5 и S6. И на выход S3 я подпаял проводок управления камерой. По умолчанию на сервы идёт 5 вольт с регулятора. Тут есть вот такие вот миниатюрные перемычки. С помощью них можно задать напряжение выше 6, по-моему, и 7,2 вольта. Но у меня сервы стандартные 5-вольтовые, поэтому без перемычек сюда подаётся 5 вольт. Вот, пожалуй, на этом всё с этой частью. Сейчас я покрою герметиком выводы, чтобы они зафиксировали провода, чтобы они не переломились слишком легко. И, наверное, покрою всю эту плату лаком. Не понравилась мне штатная площадочка. Во-первых, она под винтики М2 предназначена. А у меня крепёж уже впаян в корпус самолёта под М3 винты. И сама по себе она такая хлипкая, гнётся. Мне показалось, что она может резонировать и усиливать вибрации. Поэтому я нам ещё дал более толстую, пластиковую такую. Сразу же под бочонки демпфирующие, силиконовые вставыши. Сейчас я её откручу полностью и переключу на своём. И, в принципе, можно будет приправить регулятор и ставить уже в самолёт. Но перед этим, конечно, подключите всю периферию и проверить, работает ли вообще вся эта штука. Всё, готово. Прикрепил на 4 винтика. Теперь держится монолитно. Донышко у меня от Дарта развалилось совсем в конец. И я решил сделать протез вот такой из детского лайнера. Из остатков его вырезал заплатку. Вклеил усилитель такой деревянный дополнительно. Ну и поверх ремешок для фиксации батарейки. Что касается нутра, полётный контроллер решил закрепить по-другому. Вклеив сюда, вклеив нейлоновые шестигранники. Закреплён он будет, получается, под углом. Этот угол я компенсирую настройками полётного контроллера в Mission Planner. В конце концов переделал пайку полётного контроллера. А именно убрал эти все коннекторы. И припаял провода с коннекторами где-то там вдалеке. Думал, что могут эти коннекторы бить по полётному контроллеру и вызывать нежелательные вибрации. Вот. Поэтому всё это дело перепаял снова. И сейчас буду устанавливать корпус. Очень важный этап. Это калибровка акселерометра. Её я планирую провести до монтажа полётного контроллера в корпус фюзеляжа. Так, готово. Полётный контроллер подключен к Mission Planner. И теперь необходимо первых поставить горизонтально его. И захожу в Setup, Monitoring Hardware, Axel Calibration. И жму Calibrate Axel. Для Arducopter и Arduplane очень важно не трогать полётный контроллер. И обеспечить горизонтальность всех шести плоскостей. Хорошо. Говорит, горизонтально положите. Он сейчас горизонтально лежит. Жму. Done. Теперь говорит, положите на левый борт. Нос. Вот он сюда. Вот так он смотрит. Значит, я кладу вот так вот. Так, на левый борт. Это вот сюда. На правый борт кладу. Не трогать и не дышать. Хорошо. Носом вниз. Носом вниз. Это вот так. Сам полётный контроллер я прикрепил к этому кубику на просто двухсторонный скотч. Главное проверил, что он правильно приклеился. Носом вниз готово. Теперь носом вверх. Так. Ваши проводочки его не топорчили тоже. Вроде бы не топорчат. Так. Носом вверх? Да. Носом вверх. Хорошо. Теперь положите на спину. Но... Как этот кубик положить на спину? Под столом я просто прижму его. Всё. Готово. Калибровка готова. Теперь, чтобы в следующий раз его... Если там я сброшу настройки, или перепрошью, или ещё что-то произойдёт, чтобы мне его вот так вот не калибровать, я, во-первых, перезагружаю полётный контроллер, Control-F, и там выбираю Reboot Pixhawk. Reboot Pixhawk. Он перезагружается. Подключаюсь к нему. Поместив полётный контроллер в самолёт, так точно калибровку провести будет уже невозможно. Поэтому лучше это делать именно с голым контроллером. Захожу в Config Full Parameter List, жму Save to File. Создам папочку 4.5. Pink. Дана. И обзаву файлик, скажем, Axel. Всё. Теперь, в следующий раз, если я сброшу настройки на по умолчанию, я просто выберу Load From File и укажу вот этот вот конфиг файл. И жму в Rise Param. Всё. И эти параметры калибровки применились. Готово. Теперь можно его отключать и устанавливать в сам самолёт. Подключил всё оборудование, проверил. На 100% газу нет влияния мотора на видео курсовое. То есть, в принципе, лс-фильтры ставить нет необходимости. Есть какие-то регулярные помехи по всему экрану, но, в принципе, я на это дело забью. Так, всё очень подключено и перехожу к настройке полётного контроллера. Раньше я уже его откалибровал, сам акселерометр. Теперь моя задача это выставить его по центру, по горизонту. Дело в том, что он закреплён вот под таким углом. Стол у меня выставлен горизонтально. Опытным путём было выяснено, что полётник должен быть горизонтально закреплён, точнее, показывать, что он находится в горизонте вот при таком положении аппарата. То есть, задними плавниками он касается стола и висит вот на центральном выступе. Вот так его положил в горизонт. И сейчас буду через Mission Planner добиваться того, чтобы полётник был тоже в горизонте. Потом, после первых полётов, если что, я этот параметр подрегулирую. Итак, вижу, что полётник находится не по горизонту. Угол по пичу минус 7 градусов. То есть, мне нужно на 7 градусов поднять его. Для этого я иду в Config Full Parameter 3. Но этот параметр измеряется в радианах. И мне необходимо радианы перевести в градусы. Так, текущая величина это 0 градусов. Мне необходимо 7 градусов. 7 градусов это 0,12 радиана. Хорошо. Right Params. Так, перезагружать полётик не нужно. Видно, что угол ещё стал больше. Значит, не с тем знаком я поставил эту величину. Надо минус 0,12. Супер. Видно, что теперь пич около нуля. Хорошо. Теперь необходимо проверить вообще по роллу насколько он правильно стоит. Так, ролл он должен ровно, но на 3 градуса отклонён. Я поправлю 0,52. все, 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 теперь он по роллу стоит идеально ровно. но если какой-то будет косяк в управлении, то я думаю это отразится на качестве полёта и я это потом увижу по улогам. А на текущий момент буду считать, что всё сделал правильно. После калибровки акселерометра самое время настроить приёмник радиоуправления. Итак, настройка F-Port на ArduPilot. Предлагаю обратиться к официальной документации для Motec F405 Wing, поскольку таргет для Racer Star Motec F405 Wing. Для того, чтобы заработал F-Port, необходимо параметр BRD Alt Config установить в единицу. Я подключаюсь к полётному контроллеру. Есть такой нюанс. На этом полётном контроллере необходимо подключаться с внешним компасом и GPS-ом только с подключенной батареей. Поскольку внешний компас и барометр висят на одной шине I2C, то без подключенного питания не может инициализироваться барометр. Хорошо, задаю этот параметр BRD Alt Config Единицу. UART 2, к которому мы подключили приёмник радиоуправления, перенаправиться, переназначиться, что ли, на 7 сериал перенаправиться, переназначиться, что ли, на 7 сериал mission planer. Поэтому ищем Serial 7. И здесь необходимо настроить следующее, задать вот эти настройки. то есть, я подключил через инвертированный S-порт, поэтому я выбираю протокол 23 и Serial 7 options я выбираю 4. И R-side type 3 необходимо задать. И R-side type ставлю 3. Готово. После этого включаю аппаратуру, перехожу на вкладку radial calibration и проверяю, что аппаратура работает. Отлично, приемник R-9 по протоколу F-port я настроил, можно переходить к дальнейшему, а именно к калибровке радио и дальнейшей настройке Ardupilot. компаса я сейчас калибрать не буду, поскольку его нужно калибровать на улице. Далее необходимо калибровать аппаратуру. Жму calibrate радио и как говорит мастер двигаю стики во всех положениях. От максимума к минимуму. бутылочки все, все. Так, ну вроде бы все я покрутил. Готово. И теперь жму клик вон дан. Так, теперь говорит, что все стики в центре, а газ внизу. Газ я пускаю вниз. И жму окей. Готово. аппаратура откалибрована. С аппаратурой закончили. Теперь необходимо зайти в серво outputs и настроить серво выхода. К первому каналу у меня подключен регулятор и настроена функция throttle. Далее к пятому у меня что-то подключено. Сейчас буду разбираться что. Так, элевон у меня подключен к пятому и шестому серво выходу. Так, на шестом у меня выходе находится левый элевон. Мне необходимо сменить этот настройок. Элевон left. Все. Теперь отклоняется левый. На пятом канале находится правый элевон. Ищу в списке элевон right. проверяем правильность работы элевонов. Проверка работы серво выходов по строке настроил их функции. Проверяется в режиме стабилизации. Самолет кренится допустим на левый борт, правая серво пошла вверх, левая пошла вниз. Все правильно. Так и должно. Креню на правый борт, левая пошла вверх, правая пошла вниз. Так должны работать сервы. Если это работает не так, значит мне нужно здесь или здесь поставить галочку инвертировать серву. После того, как в режиме стабилизации сервы отрабатывают корректно, в мануальном режиме при поднятии ручки на себя сервы должны подниматься. При положении ручки от себя сервы должны опускаться. Если наклоняю ручку влево, серва левая поднимается вверх, правая вниз. Ручка вправо, правая вверх, левая вниз. Так должна вести себя серва. Если это в мануале происходит не так, значит на вкладке радиополибрэйшн нужно инвертировать какую-то из одной из осей либо лево пич. После того, как сервы настроены и работают корректно, можно переходить к следующему этапу. Я сейчас подключил свой X-Racer старый полетный контроллер и сделаю резервную копию конфига. выбираю Save to File и ввожу там ConfigPix. Отключаюсь от этого полетного контроллера и перехожу к новому. И просто через Comparams я перенесу те нужные мне параметры со старого полетного контроллера в новый. Продолжение следует... Так, ладно, хорошо. Настроил эти полетные режимы вот в таком виде. Это я перенес свои настройки со старого полетного контроллера. То есть первый режим основной FBWA потом Acro потом Manual переключение стика RTL Take-off Cruise FBWA и FBWA и FBWA все нано работает. Так, на этом настройка полетных режимов закончена. Далее настройка FailSafe. Следующий этап настройка FailSafe. Поскольку самолет садится не вертикально как квадрокоптер, то FailSafe по батарее я не включаю, потому что есть риск, что он там что-то сам придумает и поставит самолет куда-нибудь в кусты. Я этого не хочу, поэтому FailSafe по батарее я не настраиваю. Активирую FailSafe только по радиосигналу. Настройки по умолчанию в принципе нормальные и проверяю отключением аппаратуры. Отключил аппаратуру. Должен перейти в режим FailSafe. Отключился первый. Первая стадия, вот вторая стадия. RTL. Все. FailSafe работает корректно. Хорошо. Перехожу к следующему этапу. Также со старого своего конфига перенесу значение серво тримов. Так. Значение серво серво функция которая была 77 1507 и я это значение переношу. 1507 Хорошо. И 70 серво 3 была 78 а у меня 78 это серво 5. это значение я сюда забиваю. Все. Серво 3 я перенес и по идее соболёт должен быть ровненько у меня после того как я его запущу. хорошо. Следующий этап это проверка настройки датчика тока и напряжения. Поскольку таргет Motec F405 WING то соответственно я иду в раздел Motec F405 WING на сайте R2PILOT и смотрю что нужно настроить. Во-первых BAT монитор должно быть равно 4. Смотрю так ли это. BAT монитор 4. Хорошо. Далее BAT VOLT PIN должно быть 10. 10. Отлично. BAT VOLT MULT должно быть 11. 11. Хорошо. BAT AMP PER VOLT 31.7 смотрю что тут 31.7 offset 0 тут все настроено верно отлично 12 Вольт и 0.3 А ток походит на правду а напряжение сейчас замерю показ 12.23 то есть он немножко занижает ну что ж такое возможно общего hardware battery монитор я ввожу 12.2 и TAB нажимаю и множителя получаю 11.22 ввожу на вкладку DATA напряжение верно так показания датчика тока тоже оказались неправильные поэтому необходимо его откалибровать делается следующим образом подключил я через цифровой датчик тока внешний вижу что в принципе при нулевом потреблении примерно показания совпадают а вот при подаче газа газа но сетап optional hardware battery монитор и все отлично получился такой множитель 63 теперь нужно оффсетом восстановить чтобы было снова 0.3 ампера при межом газе делается это следующим образом конфиг full параметр 3 и тут bad amp offset 0.28 вот это может быть идеальное значение то есть перехожу в дату вижу что ток при нулевом потреблении стал 0.3 ампера что совпадает с измеренным и теперь снова проверяем на максимальном козу пожалуй на этом предварительная настройка готова сейчас я сделаю backup конфиг save to file так почти все настроено также я настроил osd чешку выбрал единственное что я изменил это clarity medium выбрал шрифт остальное в принципе я ничего не менял на этой странице поменял раскладку у меня в ntsc камера работает и раскладку я подогнал под свой вкус может быть я что-то добавлю, может что-то уберу потом может быть что-то перемещу но пока что такая раскладка делается в принципе это все интуитивно ставятся галочки тот параметр, который хочешь вывести на экран и перетаскиваем все как в iNavi и потом нажимаешь Write Customization и данные записываются в память можно настроить несколько экранов переключение между ними я пока в это не вникал так, что я еще хочу сделать я хочу еще перенести со старого конфига действия Emergency Stop вообще, во-первых, RC5 Option и RC6 Option я хочу перенести RC5 Option это получается пищалочка да, с динамиком проблема потому что не подходит пассивный динамик который сейчас у меня установлен нужен активный для этого полетного контроллера нужно будет поменять его и RC6 Option у меня по-моему Emergency Stop на этом канале у меня остановка вращения мотора чтобы не дизайнить его каждый раз пожалуй, все основные настройки сделаны осталось потом настроить донастроить Smart Audio на видеопередатчик и управление курсовой камерой через UART а, кстати, проверю сейчас включение-отключение камеры работает ли отлично запись камеры работает вот светодиодик моргает значит, управление камерой я настроил правильно в этом видео я не показываю когда настраивается я делал отдельное видео по тому, как настроить включение-выключение камеры по проводу с серво-выходом предлагаю посмотреть лучше его чтобы мне не повторяться самолет, в принципе, подготовлен к первому пробному запуску градусов 9 небольшой ветерок оттуда в ту сторону я буду его кидать лечу с неоткалиброванным компасом надеюсь ничего не произойдет фатального